одежда диктует поведение в эфире самая модная программа фэшн и саупрофэшн и я ее ведущая ксения сегодня в программе мы пообщаемся с самыми красивыми девушками беларуси мисс минск евгений кремович и миссис минск марии селений а также депутатом и мисс европой марии василевич если корона то только на голове несмотря на то что во всем мире были отменены все общественные мероприятия в беларуси выбрали мисс и миссис минск и сейчас они пришли эти девушки красавицы ко мне в гости девушки во первых я вас поздравляю с победой то еще не престижно почетно получите такой титул отсюда мой первый вопрос какие эмоции вы испытывали когда выиграли этот конкурс я могу сказать одно эмоции это наверное моя любимая тема сразу это был конечно же дикий восторг потом это было недоумение да неужели неужели это возможно неужели можно просто так прийти за положительными эмоциями победить в конкурсе такого масштаба буря положительных эмоций связи с тем что в зале присутствовали мои родственники моя семья мои родители муж брат и друзья я представляю как они гордились и это придавало мне ярких эмоций и конечно же осознание того что невозможное возможно да я тоже соглашусь с марией когда я получала титул у меня переполняла буря тоже эмоции во первых это была гордость за себя за своих близких потому что на протяжении всего конкурса подготовки они меня поддерживали очень сильно потому что поддержка наверное это самое самое важное вообще для того чтобы победить они верили в меня я испытывала огромную благодарность организаторам своим опять же родным близким за то что они поддержали меня в этот сумасшедший момент который там происходил скажите что вы планируете сделать для минска что-то полезное или просто поставите корона на полочке и будете давить на своих родственников авторитетом и своей красотой конечно корона на полочке конечно же стоит стоит на самом видном месте и каждый день мои дети примеряют и честно говоря корона для меня это не просто символ победы это символ того что все в этой жизни возможно что можно победить в принципе в любом конкурсе и по жизни в принципе побеждать в принципе легко если оставаться собой и корона является символом этого а для минска и для страны в целом конечно у нас много планов у нас активная социальная позиция и мы планируем участвовать возможно благотворительных мероприятиях возможно организуемся с девчонками с конкурсантками с конкурсантками и будем вместе возможно какие-то акции проводить в августе у нас планируется поездка в детский дом и посещение приюта домашних животных конечно же победа в таком конкурсе открыла много возможностей и не только для нас но и проявить себя продемонстрировать наш город показать нашу страну на международной арене мы естественно планируем евгений я поехать на международные конкурсы мисс евразия и миссис европа и заявить о нас о нашей стране проявить настоящие исконно белорусские качества как доброта дружелюбие радушие мы хотим рассказать о нашей культуре о наших традициях и надеемся у нас получится как мисс и миссис что вы считаете нужно сделать с коронавирусом вы думаете это нормально что многие молодые ребята я вот хожу по улицам разгуливают без масок и совсем не соблюдают дистанцию что вы порекомендуете вы знаете я считаю что борьба с коронавирусом это в первую очередь вопрос о социальной ответственности и воспитании каждого человека я считаю что сейчас действительно сложная ситуация и очень много болезней и смертельно опасных болезней и народ в принципе общество устало жить в постоянном страхе поэтому я считаю что конечно каждый больной подтвержденный лица первого контакта просто обязаны придерживаться правил самоизоляции а остальным гражданам я считаю надо жить своей жизнью но естественно придерживаться правил предосторожности да то что с коронавирусом бороться нужно обязательно все-таки это вирус да его нужно истребить моя точка зрения ну и правильно мария сказала что это все-таки выбор каждого носить маску или нет если ты знаешь что ты уже заболел то обезопасить других и себя так как я работаю в сфере медицины и это была моя необходимость в принципе и все-таки как человек который уже знал что эта проблема у нас существует стране я конечно хотела безопасить в первую очередь себя близких и пациентов которые приходят ко мне в центр а расскажите девочки о себе пару слов я работаю в медицинском центре администратором вообще если рассказать о себе как о личности с 13 лет занимаюсь вокалом я очень творческий человек с детства занимаюсь спортом сначала начинала легкую атлетику осваивать и все закончилось волейболом я занимаюсь волейболом очень долго вот ну люблю танцевать как творческая личность опять же вот наверное так вот если коротко себе у меня две работы у меня две работы я заместитель директора одного из агентств недвижимости также дизайнер интерьеров что касается семьи у меня прекрасная семья у меня муж и двое прекрасных детей у одной из которых между прочим сегодня день рождения вот и я тоже честно говоря всю всю жизнь сколько себя помню с детства занималась танцами и была такая активная девчонка и в принципе сейчас во мне это сидит и не зря я пришла на конкурс красоты потому что действительно с годами это ощущение не проходит а после декретных отпусков ты наоборот еще больше хочешь хочешь выйти хочешь себя проявить и где-то поучаствовать это приносит неземное удовольствие девушки я смотрю на вас вы выглядите просто превосходно наверняка у вас у каждой есть свой секрет красоты сколько раз в неделю вы занимаетесь спортом может пользуетесь какими-то специальными кремами вечной молодости расскажите нам знаете самый главный секрет я убеждена хорошая внешность хороший иммунитет хорошее настроение это ежедневные физические нагрузки что касается меня я занимаюсь спортом каждый день у меня каждодневные кардио тренировки несколько раз в неделю силовых тренировок это безумный заряд бодрости энергии это это очень здорово я рекомендую всем и на самом деле многие говорят нет времени на самом деле брена можно найти всегда главное огромное желание и конечно же самый главный секрет это улыбка потому что ничто так не украшает женщину как улыбка поэтому улыбайтесь чаще и будете очень привлекательны но мой секрет красоты тоже залог хорошего сна отдыха обязательно питание я тоже посещаю тренажерный зал ежедневно ну бывает и ну реже конечно вот ну опять же с детства занимаюсь спортом никуда это не делась профессионально при этом ну и конечно чтобы кто не говорил генетика мария ну все-таки генетика делает свое дело это вообще ключевая роль я думаю что все-таки генетически да генетически если человек красив вот ему стоит только поддерживать красоту но при этом я кстати ем все и мне кажется все скажут что я ведьма могу съесть и что я могу съесть торт в 12 ночи это кстати это да это я не вранье никакое ну то есть генетическим у меня так сказать рост от папы стройность от мамы я вот думаю чтобы победить в конкурсе наверняка себя нужно как-то настроить психологически а ведь это такая сложная внутренняя работа а потому как я смотрю даже вот на спортивных соревнованиях побеждает сильнейший какой то может быть вы можете дать совет будущим участницам чтобы как-то настроить себя на победу знаете я могу поделиться одним моментом самое главное наверное это самое главное и самое сложное это в нужный момент отпустить ситуацию отпустить ситуацию расслабиться выдохнуть и просто кайфовать от процесса и самое главное являться собой в любой жизненной ситуации на любом конкурсе по жизни в целом вас ждет нас вас всех ждет огромный успех если мы будем являться самими собой если мы будем проявлять дружелюбие позитивно позитивный настрой у нас будет все получаться поэтому очень важно также выработать в себе стабильную высокую самооценку что немаловажно да и в таком случае в принципе все жизненные испытания будут проходить на одном дыхании да то что помогло мне и может быть пригодится для девочек которые будут далее участвовать в конкурсах каких-то это самоорганизованность то есть если ты знаешь что ты должен сделать и когда это сделать своевременно это придает силы то есть ты это сделал отложил и идешь вперед ты знаешь для чего ты это делаешь и насколько ты уверен в себе вот и львиная конечно доля досталась нашим организаторам преподавателям потому что они сделали максимально все для того чтобы мы чувствовали себя комфортно потому что конкурс проходил в доброжелательной обстановке преподаватели были все профессионалами своего дела и они поддерживали всегда помогали на репетициях подсказывали при преподряли нас даже можно так сказать вдохновляли на что-то поэтому ну я не думаю что у марии какие-то сложности были у меня мне все было слегка и самое главное мы чувствовали себя единой сплоченной командой и это действительно так все девчонки все участницы и наши организаторы и наши преподаватели мы действительно были частью единой команды и мы мы на самом деле делали наше дело я считаю хорошо и каждый испытал море позитивных эмоций но последний один из вопросов как поменялось ваша жизнь чтобы самое-самое или она продолжаете но стала более прекрасной самое главное лично для меня жизнь ну она как была так и есть жизнь прекрасна но самое главное это естественно повысилась самооценка и естественно осознание того что я могу это очень важно в этой жизни понять в глубине глубине души глубине души понять что я могу я могу я себе заявила я это сделала и это здорово это очень здорово при этом нету какого-то такого ощущения что гордыни гордыни никакой да это это все прекрасно девочки все были достойнейшие любая могла победить но так сложилась судьба и так обстоятельства сложились да и мой заключительный вопрос девушки о чем вы мечтаете если говорить о насущном то естественно моя первая главная насущная мечта это поскорее чтобы закончился этот коронавирус чтобы прошла пандемия чтобы люди зажили полной жизнью начали путешествовать общаться без ограничений с друзьями второе мое желание естественно это огромного здоровья и счастья моим деткам моей семье я очень хочу чтобы они выросли и нашли по-настоящему нашли себя и если уже говорить лично о моих мечтаниях о моих каких-то фантазиях мне конечно же после двух декретных отпусков очень хочется личного успеха профессионального да и причем этот успех он не не только в материальном выражении хочется огромное количество довольных по-настоящему довольных клиентов на мои мечты всегда вертелись наверное вокруг моей семьи потому что у меня очень большая семья мы очень дружны я люблю всех своих родных и близких поэтому я в первую очередь наверное думаю о них а потом уже как-то о себе вот поэтому месяц я хотелось чтобы мои родители жили максимально долго чтобы все мои родственники жили счастливо благополучно были здоровы ну что касается тоже моих каких-то мечт я бы еще хотела посетить как минимум 10 стран то что я очень люблю путешествовать и наверное обрести счастливый брак и семью с двумя детьми им пока я не замужем поэтому наверное это такая мечта которая в будущем осуществить а в конкурсе красоты еще будет участвовать хотите да обязательно обязательно мы будем работать над этим я думаю ничего не останавливается на одной короне и самое главное я тому подтверждение что можно иметь семью можно иметь детей и прекрасно проявлять активную жизненную позицию участвовать проявлять себя и естественно и конкурсы красоты это прекрасные жизненные этапы селения мария месяц минск 2020 евгения кремович мисс минск 2020 специально для программы fashion is our profession я рада что вы с нами не переключаемся смотрим следующий сюжет меня вот например мария василевич приятно удивила какая она еще мисс белоруссии уже депутат а помнишь тот момент когда ты подумала почему бы не депутатам да я помню этот разговор когда мне предложили скажем так посеяли зерно в моей голове по поводу данной профессии данного пути и я очень сильно сразу загорелась безумно но когда я стала анализировать думать я все больше и больше начала сомневаться я поняла что конечно препятствий будет много на этом пути и конечно же я понимала что будет какой-то негатив и вообще вот это всеобщие стереотипы о том что мисс пошла в депутатов политику я понимала что за этим будет стоять но я уже давно для себя выяснила что там где сложности там где какие-то препятствия преодоления только там будет рост и там будет закалка самое настоящее поэтому я перестала бояться и решила все-таки пойти на это может быть странный вопрос стать министр беларусь и избраться в депутаты проводила ли когда-нибудь параллели что тяжелее что легче сложенного ответ по вам очевиден на этот вопрос безусловно больше сложности было в избирательной кампании чем в конкурсе конкурс для меня был это просто какая-то сказка феерия просто ярких эмоций впечатлений для меня это станет самым таким вот позитивным и беззаботным этапом начнусь дома с короной да да вот что-то произошло приходилось ли когда-нибудь нажимать кнопку против кнопка против нет против у меня ни разу я не нажимала поскольку должна объяснить я уже не раз говорила в интервью как происходит процесс разработки законопроекта и как принимаются законы на самом деле я так считаю что если вот в овальном зале ты сидишь и у тебя еще какие-то остались вопросы действительно глобально серьезно по тому или иному законопроекту это значит что ты прогулял предыдущие недели в то время когда законопроект рассматривался на рабочих группах законопроект приходит в палату за две за два три месяца до того как он пойдет на рассмотрение в овальный зал на само голосование и весь этот период мы имеем возможность присутствовать на всех заседаниях высказывать свою позицию носить свои правки замечания дискуссировать спорить над этим законопроектом и если вы не нашли консенсуса и все-таки скажем так депутат который отвечает за этот законопроект не поддержал твою правку конечно нажмешь против но все-таки та команда которая работает в парламенте она полностью ориентируется на то чтобы учесть все факторы и прийти к общему знаменателю поэтому если даже какой-то законопроект у меня вызывал сомнение я шла со своими правками предложениями я до овального зала закрывала все абсолютно вопросы и поэтому всегда нажимала кнопку за а вообще кто-нибудь нажимает кнопку против было по моему пару раз и очень часто ничего не нажимают воздерживаются либо там кнопка не срабатывает не знаю но бывает такое да что не всегда единогласно ну а сама уже что-то успела предложить какой-то законопроект тот законопроект который я курирую это законопроект о гражданстве он находится в моей комиссии и сейчас он уже прошел первое чтение и отправился на доработку во второе чтение и что конкретно какая позиция может быть была предложена именно тобой скажем так позиция какая была предложена мной моя задача и как депутата курирующего это законопроект вести заседание рабочих групп слышать предложения людей безусловно я отправлял этот законопроект обычным гражданам люди которые сталкивались этим вопросом принимала их правки и эта тема достаточно непростая и даже вот на рассмотрение в овальном зале во время первого чтения было достаточно много дискуссий по этому законопроекту среди депутатов несмотря на то что у нас было заседание рабочих групп не все вопросы были сняты с повестки дня и кто-то выступает за то что нам нужно наоборот привлекать качественно квалифицированный кадры нам страну из других стран то есть снизить ту планку как можно получить белорусское гражданство кто-то наоборот боится вот этого притока мигрантов и у каждого своя позиция разобраться кто за кто против и понять что будет наиболее выгодно для нашей экономики для нашей страны в этом стоит задача меня первую очередь как ответственного депутата за эти вопросы ну и в принципе всего парламента а если поговорить о твоем стиле пришлось ведь явно до сменить красивые платьица в горох в строгие серый костюм не угнетает ли тебе эта серость и какая вольность максимальная может быть в овальном зале на самом деле да как-то дресс-код существует и не могу сказать что мне нравится приносить строгие костюмы всегда стараюсь как-то разбавить цветом и принципе свободное от работы время как-то гульнуть но не скажу что это как-то сильно влияет на мое настроение поскольку раньше мне нравился официальный деловой стиль просто сейчас я чуть больше внимания этому уделяю но тебе это нравится либо же ты приходишь домой и быстренько все себя снимаешь и переодеваешься любимую одежду какая у тебя любимая одежда все же не говоря о пижаме не анализировала я это но если так задуматься то нет наверное какого такого знаешь чувства давления вот что я ношу костюмы в принципе себя органично в этом чувствую поскольку внутри себя я понимаю что я не не в том образе знаешь это вот классического чиновника государственного служащего то есть гулю каждый раз не затягиваешь нет я стараюсь все-таки оставаться собой знаешь если я уже начинала вот эти вот ломать стереотипы что красивая девушка молодая девушка попала депутата то я не буду подстраиваться вот под это вот общественное мнение образа депутата и носить вот это вот гули как ты сказал или серые костюмы я все-таки попытаюсь от этого избавиться не нарушая правила и нормы просто показывать как еще можно быть официально деловом стиле строго но красиво лаконично и гармонично с собой когда возвращаешься свою обычную среду привычную друзья знакомые родственники тебе когда-нибудь говорили что у тебя изменилась лексика лексика моя мне в принципе говорили что я очень сильно изменилась за последние до года два наверное ну и последний наверное скачок тоже он особенно такой показательный когда я стала депутатом лексика я думаю да конечно расширяется словарный запас когда ты читаешь эти жуткие законы сергей ты не представляешь когда я пришла и вот при ко мне я открываю этот законопроекцию 1 2 3 я пытаюсь прочитать это хуже еще канта какого-нибудь знаешь критики чистого разума когда ты считаешь можно еще вспомнить когда ты читаешь одно предложение и с первого раза никак тебе не удается понять это конечно вопрос честь лексика юриспруденции это конечно отдельная тема с которой мне приходится бороться и там перечитывать еще еще один раз и безусловно это сказывается сказывается наверно на моем словарном запасе но с родными близкими я не общаюсь стараешься переключиться да все таки приходится ли тогда вот читая такие законы консультироваться с кем-то из юристов допустим чтобы вникнуть потому что хотя казалось бы закон должен быть прописан ясно четко просто чтобы понял каждый и чтобы не было двусмысленных каких-то формулировок формулировок да конечно у нас палате есть отдел юристов и кроме того вот помощница которая есть у меня и моя личная она с юридическим образованием и когда у меня возникают какие-то трудности я к ней безусловно обращаюсь общаешься ли ты до сих пор с девчонками 18 года конечно ты что буквально три дня назад встречалась с девчонками смесь беларусь мы очень сильно подружились и не раз мы друг дружку говорили признавались том что это действительно самый большой приз за этот конкурс наша дружба потому что сколько бы ни говорили и не было вот этих вот стереотипных мышлений что на конкурсе красоты девочки дерутся девочки там друг друга ненавидят такого не было ни на двух конкурсах на которых я в которых я участвовала но более того что у нас еще были нормальные отношения мне получилось дружить с этими девчонками и они поддерживали меня на протяжении всех этих двух лет как конкурс закончился и я их поддерживал в том числе даже если сравнивать конкурс мисс беларусь и мисс мира это две большие разницы мисс беларусь это конкурс где было всегда комфортно для всегда была поддержка мисс мира это была настоящая бойня и даже не в том плане что была какая-то конкуренция между девочками не было вот этих вот ситуации где-то подсыпывают стекла в туфли или как-то привычно думать людям скорее всего потому что это был один потому что это был в той ситуации когда ты никому не должен рядом нету поддержки рядом нету родственников и тебе просто тяжело физически и морально. Поэтому конкурс Мисс Беларусь это была сказка. На хайдане не было ничего. Я ехала на конкурс Мисс Мира, ехала одна, без визажистов, без какой-то ассистентки. Сама 4-3 чемодана. А девчонки были по-другому упакованы? У некоторых была поддержка. Некоторые приезжали с организаторами, особенно на последнюю неделю. У них были свои визажисты, а ты вот такая девочка одна. У меня еще были тяжелые волосы. Девочки меня поймут, когда очень влажно и волосы натуральные, не крашеные, очень сложно завевать. У меня был финал. Я после каждого выхода на сцену бежала в гримёрку и подкручивала волосы, потому что они становились прямые. Мне нужно было сохранить свою прическу. И конечно же самый уровень организации на этих конкурсах очень отличался. Мисс Мира – это вот ты сам за себя отвечаешь. На Мисс Беларусь у нас были партнеры бьюти, нам делали прически, нам даже на съемку дневников как-то подкрашивали, все время за нами смотрели, опекали. А там если отошла от всей общей группы, не вышла на сцену, и тебя просто не было. Да, как бы все на тебе, да, 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 абсолютно. Пандемия – дело плохое, но тебе пандемия продлила твой виду. Да, случай уникальный, я бы сказала. Как ты к этому относишься? И есть ли такое желание уехать и закопать где-нибудь далеко свою корону и никому не отдавать? Нет, нет, наоборот. Я уже даже где-то говорила в каком-то интервью, что я наоборот хочу, чтобы быстрее этот конкурс прошел. Я отдала свою корону, скажем так, сдала вахту. И еще одна девочка получила возможность, получила право голоса говорить о том, что она считает важным, нужным и внесла свою лепту в общественное мнение, в нашу страну. Тоже, возможно, стала какого-нибудь Мисс Мира, например. Чему бы нет. Как бы я уже этой короной, если можно так сказать, натешилась. То есть все же эта корона – это право голоса, получается, для девочки, которая до этого была неизвестной? Ну, корона – это возможность, чтобы твой голос стал громче. То есть твоя позиция, твое мнение, оно становится сразу публичным. То есть те процессы, те вопросы, которые тебя волнуют, ты имеешь возможность обсуждать. Поэтому, опять же, выбирая какую-то очередную Мисс, Мисс Беларусь или Мисс Мира, я думаю, организаторы и члены жюри, в том числе, и изучают, скажем так, систему ценностей участниц, чтобы понять, на что нацелена эта девушка, и какие у нее приоритеты в жизни. Но, должна сказать, что, когда я шла на Мисс Беларусь, во-первых, не то, что я не хотела стать Мисс Беларусь, нет, ни в коем случае, но я даже не задумывалась, что у меня есть на это шансы какие-то. Ну, так каждая странная девочка говорит, но все равно вы хотите зайти забрать эту корону. Ну, не надо здесь ударить. Неправда, нет. Я даже боялась, возможно, где-то ответственности. Вот спроси у моей мамы, и, безусловно, когда я получила корону, ко мне подходили журналисты, я говорила, что да, я безумно рада. Но ты знаешь, это было, как бы, вот так ты стоишь, на тебе корона. А что мне нужно делать, да? А что уже сейчас нельзя делать? Да, что происходит? Что мне нужно делать? Потому что твой статус сейчас публичный, тебя чего-то ждут или не ждут, как тебе нужно вести. И просто в тот момент я выбрала, что раз меня выбрали такой, то я такой и останусь. Если не понравились, то сами виноваты такую выбрали. То есть тут, наверное, у кого что в голове? Вот кто так и проецирует ту или иную ситуацию? Кто-то увидит эту фотографию, и если в его жизни таких помыслов не было никогда, то он никогда об этом даже не подумает. А у кого вот такое на уме, то, возможно, да, такие мысли и всплывают. Для меня это... Ну, я бы так никогда и не поступила, и никогда бы не подумала на девушку, которую бы я увидела с каким-то... с каким-то президентом. Боже, я так красиво сказала. Единственное, я очень прошу, как бы вы меня ненавидели, пожалуйста, давайте будем воспитанными и не будем оскорблять, потому что понимаете, что, возможно, эти слова читает ваш ребенок, и никто же не хочет, чтобы твои дети знали такие неприличные выражения. А наша программа подошла к концу. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и наслаждайтесь модой 24 часа в сутки. Пока-пока! Помощь бывает разная. Слушать и слышать, когда в этом особенно нуждаются. Объединить тех, кто вместе может сделать больше. Доставлять то, что жизненно необходимо. Говорить простыми словами о трудном. Помогать тем, кто помогает всем нам. Быть благодарным и причастным. Каждый из нас может стать тем, кто не остается в стороне. Кто действует во благо. Вместе мы сможем. Помогай с нами. Субтитры создавал DimaTorzok